Шейх-сестра-мусульманка спрашивает, можно ли поздравить свою мать с Днем Матери? Я знаю, что в исламе нет такого праздника, но если мать ждет внимания в этот день, можно ли ее поздравить и будет ли считаться это грехом? И еще, к сожалению, среди родственников мало соблюдающих или мало людей, которые разбираются в исламе. И в их день рождения они обижаются, что мы не желаем им хотя бы здоровья. И мне одна сестра сказала, что если ты не участвуешь в этом, то просто пожелать здоровья – это не является грехом. Ответьте мне, пожалуйста. Бисмиллах, аль-хамду лиллах, ас-салату, ас-саламу аля Расулиллах. Аль-хамду лиллах, что мы мусульмане. И должно быть матерей мусульман каждый день праздник. Не как у кафиров, год не знает, где мама находится. И день матери, может быть, сам не прийти, то есть с цветами, с кем-то отправить в цветы букет. Вот поздравил маму год один раз, и все, нет. Мусульманская мама, она, будучи матерью, всегда внимание, которое должно быть от детей. И мы это ощущаем и видим, тоже мусульманские семьи, которые соблюдают, где мусульманские материалы находятся, и где кафирские материалы находятся. Хотя есть мусульманский старший дом при стрелах. Но сравнение где? Здесь может быть миллионный город, там сто не найдешь стариков, которые отдали, или же нет родственников, и живут в доме при стрелах. А у кафиров, там места не найдешь ты. Заполненные. Заполненные. Почему? Потому что ислам с нас требует, это религия наша. Это поклонение, это не только праздник для меня, это поклонение, уважение к маме. Уважение к старшим, к маме. Это у нас поклонение каждый день. Аллах в Коране говорит. Я говорит, завещал. Аллах нам завещает, чтобы мы с твоими родителями были хорошими отношениями. Завещание Аллаха, не какого-то человека. Завещание нашего Создателя для нас. И так Аллах говорит. Аллах, хукму сделал, обязал, чтобы мы не поклонились, кроме Него. И говорит. И с родителями хорошими отношениями. Сразу после единобожья. После единобожья Аллах приказывает нам, даже джихад, который мы говорим в вершине ислама. Если этот джихад не является фардул-Айном, это джихад фардул-Кифая. В то время, когда приходил пророк, салам, выйти на джихад, человек говорит. Твои родители живы? Да. Иди делай джихад. Делай им уважение, делай уважение, ухаживай за ним, они были старыми, нуждался в его помощи. Усердствуй в этом направлении. Усердствуй в этом направлении родителям. Это наша религия. Поклонением является уважение матери. Из-за этого ожидать год. Если твоя мама ожидает, что год, пока ты внимание проявляешь, это упущение твое, что целый год не делал каких-то вниманий, и ждешь, год, нет, мусульманская мать всегда должна быть в высшей степени внимания, в высшей степени радовать всегда. Не только это какое-то 21-е или какое-то число, которое кафиры поставили, День Матери. У нас целый год является День Матери. Весь религия, нас завещает, Аллах Субтитров, нам. И хукм Аллах Субтитров, чтобы мы матери уважали. Из-за этого мы должны... Откуда появляются праздники? Потому что мы под кафиром живем, на календаре написано День Матери, и все, День Матери. Откуда она? Это День Любви, День какой-то. Чужая культура. Да, чужая культура, которая нет в отношении к Исламе. Исламе, как мама уважает, как женщина уважает, Исламе нету определенный день. Но средние годы, средние жизни мы должны относиться к родителям хорошо и красиво. У нас нет других праздников, кроме праздников. Уроза Байрам, Ураб, Урбан Байрам, и пятница, еженедельный праздник у нас. А поздравлять или делать подарки. Делай подарки каждый день, потом мама не будет тебя ждать. Делай подарки ежемесяцные или ежемесяцные, когда тебе хочется. Возможно. Она не будет ждать, когда твоя возможность есть. Не обязательно подарок должен быть там дорогой. Хоть маленький даже подарок, косинка или даже любой вещь, там мелочь. Она не будет ждать именно этот день. Объясни маме тоже, что в Исламе нету один день, чтобы уходить в Исламе. Каждый день мы должны умыть, внимание определять. А также Дни Рождения, Остальные Праздники. Если мы говорим, что Пророк со 알려zed не является бедой, тем более отмечать праздники наши, тоже являются бедой. Если мы будем участвовать в каждых праздниках, поздравлять, каждый день Рождения, откуда эти люди знают, что Ислама их нету? Если мы будем участвовать, откуда эти люди знают, мама откуда знает, что Дня матери Ислама нету? День Рождения Ислама нету? Какой-то праздник в исламе нет. Откуда мама будет знать, или папа, или же мои друзья, если я не отличаюсь от них? Если соблюдающие не отличаются от несоблюдающих, участвуют в всех праздниках, участвуют в всех храмных делах, откуда эти люди знают, что в исламе нет? Из этого у нас должны быть рамки, которые мы не должны переходить. И это объяснят красиво матерям и родственникам. После этого, если не поймут, это их не беда. Аллаху Аля.